Его фишка давным-давно, но раньше Рагнарас его очень любил, он любил Рагнараса Насчет его оппонента, Сира Кристиана, мы являем не так много Мы знаем, что он из... Опять у меня проблемы с флагом Судя по слову Сира, он рыцарь, во-первых Да Это Амаз открыл, Сира Амаз, а вот Сир Кристиан Посмотрим, что-нибудь примем Норвег, Исландия? Исландия, это очень красивая страна, блин, мечтаю там побывать Ну это все, что я могу сказать про Сира Кристиан Он из Исландии Не очень часто он А, вот он, вот он Это же не Амаз? Это не Амаз, да Давайте посмотрим по рангам Сир Кристиан знаменит тем, что он из Исландии, а она, как известно, очень красивая страна, ребята Звук дублируется, а я сейчас отключу дублирование Это из... нет, второе... третье окно Вот там Я бы вообще на паузу поставил Меньше в пояс Все, ребят, мы починили Починили, починили Ну, Гвимш там тоже говорит А, там все знают Амаза Он такой вообще обалденный Интересная таблица, Страйв Кроу занимает первую строчку рейтинга А, Страйв Кроу уже победил снова Лайф Котча, да? Возможно, как раз из-за поражения Лайф Котч скинули его обратно Мы же уже успели засчитать, не по концу турнира, но не в конце турнира потом Так быстро думаешь? Может быть, он где-то на другом турнире проиграл, но они борются Смотри, а Индерен, который вы спрашивали, кто это такой, на четвертом месте в рейтинге Еще он опустился, судя по всему Индерен на четвертом месте в рейтинге Да, еще немного опустился Тоже интересная деталь Ну, вот эти все рейтинги можно посмотреть на Госу Геймерс Рекомендую, если кто-то интересуется состоянием турнирного Хардстоуна мирового Можно посетить этот ресурс И там очень много интересной и полезной инфы Слушайте, ты задаешь интересный вопрос, будет ли запись Если честно, я пока сам не знаю Я попробую, конечно, залить Но пока ничего конкретного сказать не могу Когда появится информация, я отпишусь в ВКонтакте Давайте посмотрим, как у нас здесь у Сера Кристина С выступлениями Ну, почему-то его нету Сера Кристина выглядит очень забавно Почему-то его нету в рейтинге Госу Геймерс Смотри Он великолепен Да ладно Это не важно, ладно, что он хорошо играет Да Будет прикольно, что он выиграет Эй, хорош кресло драть Это Интиберин Он шевелит губами, видимо, молится И заметьте, Сера Кристина тоже, судя по всему, довольно молод То есть очень много молодых игроков Харастон играет на высочайшем уровне Не могу, к сожалению, найти про него никакую инфу Так что будем смотреть, как он играет И только так можем его оценить Я этого уже оценил Сера Кристина – самый юный из сегодняшних игроков Да, ну, по крайней мере, выглядит довольно юным Как знать Может быть, он опытен, не по годам Да Бывает же такое, что выглядишь моложе своих лет Окей Сколько ему? Хороший вопрос А можно ли посмотреть, сколько лет Сера Кристиану? Ну, я с тобой в гугле искать Такой молодой, а уже рыцарь Уже рыцарь, да Мамин симпатяга Папин табдекяга Так, ну чё, хантер Ну, конечно, хантер Хантер без приста Прист надерёт ханта Хотя это фейс-хантер А фейс-хантер может, если подзавезут, может и Нет, есть, конечно, шансы у ханта У приста, наверное, это предпочтительный для него противник Мне кажется, медленный хантер Я, по крайней мере, пристом почти всех медленных хантеров беру А вот с быстрыми, если они подзавезут чуть-чуть вначале, можно и проиграть Ну, быстрый хантер – это такой вид колод Который могут надрать всех, если им зайдёт карта Ну, в общем-то, такие деки быстрые, они раскладывают пасянцев Они играют не с оппонентом, они раскладывают пасянцев Завезли там хоть немножко ответа, ну, можно поиграть Да, не завезли, всё, легко выиграл Окей, ну, тут оставил Ну, кстати, очень рад я видеть приста Это самый непопулярный, один из самых непопулярных классов в ладере И по винрейту он не очень хорош Поэтому и не популярен Но амазовский прист, он всегда довольно интересен На него интересно смотреть, и амаз показывает игру за приста очень высокого уровня И я бы даже сказал Смотри, какая у него куртка Вряд ли кто-то с ней может сравниться Да, у него твич Вот эта куртка, я тоже такую хочу Амазовский Будешь ней стримить? Да Куртка твич Надо спросить у него, где взял Где он мог взять куртку твич? На ютубе, где? Шилдится, да, хотя пиромант в руке интересное решение Ну, видимо, будет ходить в атаку и хилиться, раз такие дела Да, похоже на то Да Амаза критиковать я очень боюсь Ну, тут побьет Не, ну он знает, что делает Если он решил, что надо потратить шилд, значит надо потратить Конечно, я бы его оставил на пироманта Забавный нивик Майнд контроль, главная карта против хейст-ханта Тэнкс, говорит, хантер, типа у меня там куча собак Но собак-то и нет Да, майнд контроль А, нет, он есть, смотри Два слова тьмы и смерть Очень плохая рука у Престащи сейчас Вообще, прямо негудышная Да, Мишка тут, конечно, сейчас наделает шуму Ну, пушку надо давать, потому что там есть еще пушка Амаза мастер спорта пошитил, да Ой, хулиного пришла Какая-то надежда появляется Ну, тут Мишка полностью все поконтрил И паука защитил Ее угрозы такая настали А, может, с этим паука похилить Зачем хилить паука, если можно тетку похилить свою Ну, это вот такой Так, может, было не атаковать просто больше, чтобы здоровья у нее было Да тут, мне кажется, надо торопиться Надо торопиться Зомби-чао Че, зомби, хорошо Зомби-то лучше, чем в первом матчестве Ну, зомби-то плюс собака Хотя там собаки-то телок 1-3, это так Посмотрим сейчас Есть печальная ситуация Амаза Да, стереновато Там, конечно, животик на следующий ход ставить, а там нет совы, но все равно У него есть шанс камбэкнуться, но начало очень жестокое Медведь Медведь все запорол Медведь тоже был очень хорош для Хантера Так, он сейчас в лицо пойдет или как? Ну, Фейс Хантер должен входить в лицо Ну, сейчас даже особо нет смысла забирать жрец Поэтому, скорее всего, да В атаку В лицо Нет, он решил сделать трейт Слушай, это ж жертву Холенова сейчас Ой-ёй-ёй Ой-ёй-ёй Я болею за Сира Кристиана И, по-моему, сейчас Холенова побьет Он про себя, видимо, проговаривает ходы Либо что-то молится, не знаю Что там про себя говорит? Нужно просто разговаривать со своими невидимыми друзьями Ну, нет, просто чтобы не сбивать концентрацию такую. Да, здесь зачистить стол, но пристал спешить, нет смысла. Чё-то, чё-то, чё-то там и животик. Так, ну что у нас здесь? Похоже, да, на камбэк? А какой секрет вылез? Ну-ка, покажите секрет. Фризинг. Нет? Я не уверен. Я тоже не уверен. Не показали, по-моему, секрет. Не, ну вообще, если Саут отдекнет на стенку и не придётся килл-командовать, то всё неплохо. Амаз анализирует ситуацию. Что-то парень снизу, серий Кристиан, стримит прямо с турниром, комментирует. Может, он разговаривает, потому что у них двойные наушники, и они сидят в абсолютной тишине. Может, он разговаривает с собой, чтобы как-то не теряться в этой тишине. Как-то считает, может, вслух, чтобы лучше считалось. Так он только даже общается, там отвечает на что-то, кивает головой. Сам себе пошутил, сам посмеялся. Подожди, вот это уже странно. Так, ждёт сову, видимо. Либо больше существ под собак. Если сейчас доктора Бума, то там собаки такие жирные выйдут. Я теперь за тебя не смотрю на матч. Ты смотришь на Сира Кристиана? Мне интересно, что он делает. Ну как, это довольно просто. Я читаю по губам. Значит, ехал Грека через реку. Он не шилит губами. Перестань. Ладно. Посмотрим, что тут у нас на борде. Мало здоровья у Переста, но в остальном у него ситуация очень хорошая. Если он сейчас будет делать хил каждый ход, то рано или поздно должен настать момент, когда он закрепит до собой преимущество в этом матче. Боюсь, одна сова и гуд гейм. Вся суть в одной сове. Я думаю, здесь просто Амаз прицелится на то, чтобы хилить свой фейс. Посмотри, сколько злобы там в руке. Три лук, собаки, сержант, голем, киллкоменд. Вот эта стенка только все останавливает. Плюс собака, плюс собака. Опять собак. Пора спускать. Спускать в собак. Сама придет или не придет? О, 24. Пришел питомец. Если будет леок, да, это будет жестоко. Но, кстати, ловушка там змеиная, да? Не показали. А, да, да, он сходил в атаку. Ой, мистер свинья. Хафер. Ну хорошо, ладно. Так, две собаки сюда. Остается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А так на восемь остается семь и приста. И плюс там голем, киллкоменд. Короче, дела неплохие у ханта. Хотя под пирамантом он думал отдавать собаку или хафера. Ну, там в любом случае противник зачистит все. Здесь, наверное, просто атака в лицо. Или все-таки будет делать трейд? Под сержантом? Нет. Очень по-хандерски. Отдает лук. Видимо, в расчете этот дек на следующий лук, если чем. Понимает, что игра уже в последние ходы свои переходит. Нет заклинания. И, по-моему, у Амаза здесь. Еще не о чем активировать пираманта. Так, ну смотри, он похилится максимум до девяти, да? Голем четыре, выстрел шесть, киллкоменд на три и девять. Стенок нет, сделать нечего. Разве что взять карту с толки один-три и найти второго животика. Только так, по-моему. Ему нужен спайл, чтобы убить всех собак. Можно и змеи вместе с ними. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. А, да. Он не взял карту, и все, и там девять. Он не взял карту, он похилится в лицо, а там девять. И Хойсхан победил. Да, серый рыцарь у нас побеждает. Ну, это мы видим руку, мы видим, что там девять есть. А Амаз вот так решил сыграть. Типа похилится в лицо. А не хилит существо. А тут на девять. И по мане как раз ровно. Да, как ты и говорил, Хантер просто не дал развернуться присту. Ну, тут рука, посмотри, два ремуала, майн-контроль, доктор бум. Не без этого, да. Неудачная стартовая рука очень подвела Амаза. Так, юный рыцарь побеждает со счетом 1-0. И Хантер уходит. Смотри, он приобрел уверенности после первой победы. После третьего вообще будет такой... Амаз занервничал, Амаз потерял уверенность. И куртка уже не такая клевая кажется. Не, Амаз нормально, он возьмет от себя в руки. Я в него верю. Амаз, да, он концентрируется нормально. Ну, как бы здесь, конечно, тоже за молодую кровь можно было бы поболеть. Смотри, какое лицо у Якопа всегда. Такое хитрое, как будто он там... Как лицо дьявола у Якопа. Боже. Якоп вообще адский чувак. Якоп хорош. Чего пришла? Скоты сразу же отвлекают все внимание. Зары. Ох, чат. Модераторы, взять его? Смотри, как быстро, ничего себе оперативно. Один модератор у нас? Один, да, работает за пятерых. Герой вложений. Молодец. Да, на самом деле, в чатике забавно. Они обвиняют этого сира-крестьяна в том, что он школьник, а сами ведут себя, как я не знаю. Ну да, в чате же разные люди. Это, кстати, очень несправедливо, если в чате находится один, скажем так, школьник, и ты весь чат начинаешь называть школьниками. Так они весь чат и ведут себя, как говнори. Ты посмотри, они все его убежают, все пишут гадости про сира-крестьяна. Хотя он ничем не заслужил. В чате сделал хороший умный, адекватный люди. Где? В чате. А что они гадости пишут про сира-крестьяна? За что? Что он такого сделал? Кому он чай плюнул? Гадости нет. Мне кажется, что проблема в чате в том, что они поддерживают своих любимчиков, ну, Амаза, не подбавляя там, давай, давай, Амаз, давай, они... Это оппонент у тебя козел и школьник, и он толстый. Мне кажется, они не с той стороны поддерживают просто. Ты говоришь, давай, Амаз! Я, может, тоже за Амаз болею, но я делаю это с этой стороны. Ну, Амаз красавчик, это правда. Ну, не знаю, мне всегда интересно за его играми наблюдать, и он часто делает такие ходы, которые, ну, лично я не могу предсказать. Харизматично. Потом их оцениваешь и понимаешь, что ход был хороший. Харизматично называют Белчером. Кстати, Амаз же не выглядит школьником, правда? Нет. У него тоже есть прыщи. Так. Так, продолжай свою мысль. Ну, это я продолжил еще предыдущую мысль, которая у нас уже возникала сегодня. Ну, наконец-то нам показывают, какой у нас будет матч. Это шаман против... Да, ну, пристар раскатает просто в хлам. Есть у шамана один способ выиграть, если вот этот новомод... Извините, я перевел. Новомодный шаман суперагрессивный, механический, с молотами. Не часто... Вот такой шаман может раскатать, а медленно шаман никак вообще. Ты думаешь, что мех, типа, шаман может раскатать? Ну, смотри, мы видели фейс-ханта. Может быть, тут мех в шаман суперагрессивный, а дальше какой-нибудь мех маг. Вон, смотри, как раз маг. Три агрессивные деки взял и... Да, ну, так или иначе, здесь матч очень необычный для турниров. В последнее время вот такого противостояния, приз против шамана, я не видел ни на одном турнире. Ну, это первый приз, который мы увидим. Смотри, мех шаман, как и ожидалось. И вот такой мех шаман может голубфиш раскатать. Но здесь есть чу-зомби, который останавливает запоматика. И это прекрасная новость для Амаза, потому что иначе ставит запоматика, нет ответа. О, все, досвидос. Ну, я согласен, очень хорошая стартовая рука. Ну, мы теперь оценили набор колод Сира Кристиана. Фейсхантер, мех шаман и мех маг, скорее всего. Ладно, так и будет. Не любим Сира Кристиана. Что, ну, понятно, что мы все любим Амаза. Ну, ладно. Снова сам с собой разговаривает. Я узнал, что у меня есть огромный мех маг. Здесь не одно его. Я хочу есть. Несите мне еду. Ни одного хорошего розыгрыша нет у шамана сейчас. Ну, да. Ну, здесь, наверное, надо меченосца отдавать. Потому что раздражатор вообще ничего не сделает. Меченосец, по крайней мере, заберет этого зомби. Похоже на то. Здесь про фаербата иногда в чате вспоминают. Что вспоминают? Фаербат тоже любят такими колодами играть. Там, фейсхантеры, мех маги. Ну, чем проще, тем эффективнее пока так. Ну, это имеет смысл. Даже без ронии, если говорить. Здесь решил Амаз баф сыграть на своего зомби. Погоди, он играет Веленом? Да, он сыграл избранника Велена. Теперь у него опасность зомби. Неплохо. То есть, как раз на ранних стадиях игры вот это... А Хракл Стреон вообще роботу не подставить. Комбинация очень важна. В принципе, еще круче было бы, наверное, этого Велена сыграть на Клирик из Свероземья. Да, да. Просто тогда Велена не было в руке, чтобы так сыграть. Блин, вот этот Кракл все сбил, теперь не поставить божественного робота. Теперь ставишь какую-то шнягу, что-то не срастается здесь у шамана. Ну, у него изначально, да, все не сложилось. Теперь просто по нарастающей уже идет. Один плюс, можно будет на шамана еще посмотреть. А, это Бэмбл, да? Ну, да, я бы не золото был, так. Ага. Так, что у нас здесь? Так, так, что-то у нас... Прощайте, мистер тетка. Здрасте, здрасте, хеллоу, хеллоу. Даже ничего сейчас это существо не делает? Три единицы здоровья, что ли, экономит шамана? Ну, тут, представь, такая рука. Животик, животик. Здравствуй, агрессия. А шаман только на агрессии от этого может. Тут даже, по-моему, штормов нет. Ну, в стандартном доклисте штормов нет. Для лягушек здесь нет. Да, это необычный очень шаман. Ну, его можно сравнить с Зу, Смехмагом. Опять же, такого рода колода. Смехмаг. Смех шаман. Кенайская жрица. Дополнительная помощь в зачистке борда. Это вполне можно ее сейчас сыграть. Частою БМ. Бэдмэнер. Плохие манеры. Это когда ты делаешь лишние действия, чтобы показать свою крутизну. У меня другой перевод есть. Бичмод. Тоже ничего. Тоже подходит. Джон Сноу спередрую толстяк на стене. Какие прикольные шутки иногда в чате бывают. Это типа Сэм Волтарли. Да. Точно, точно. Похож. Защитано. Было прикольно, что они друг друга выиграли. Так, а Джон Сноу у нас прошел или нет, я забыл. Да, Джон Сноу прошел. То есть теоретически они могут играть вместе. Да, теперь мы болеем за Сэма Тарли, чтобы они встретились в финале. Так, что тут у нас? Доктор Бум? А, там есть ШВП. Доктор Бум еще видно. ШВД точнее. Здрасте. Большего варианта нет. Здесь можно еще сыграть Волджина. Волджин и пинг. Либо просто ШВП и пинг направо, потому что 3-2 тоже такое неприятное. Сейчас посмотрим, что выберет. Хотя Волджин 5-7 было бы недурно, да? Ну да, это совсем закрепиться на борде. Здесь в принципе у Амаза есть выбор, как бы он ни сделал, он все еще остается впереди. И отрыв очень солидный. Причем у Мех Шамана, у него очень большой дамэдж бёрст потенциально есть. То есть он может там за один ход, ну при удачных сечениях обстоятельств, там 15, 17, 20 единиц повреждений сделать. Да, если робот Свинфюри на столе стоит, и ты ему даешь тотем, и дубину, а так ты сколько не направляешь. Да, но сейчас у Амаза даже, ну его как бы даже это не пугает. 27 единиц здоровья ему хватит по-любому. На 3. Неплохо, неплохо. Мой лобки хуже. Бомба достаточно удачная. Достаточно неудачная. Ну вторая, да, не супер. Ну что, мистер уборочный голен к нам идет? Ну и тут уже жесты отчаяния, тут уже сер крестьян, по-моему, вообще не парится, перестал шептать. Может он, нет, не перестал. Может он заговаривает карты, как бабка-шептуха? Ну, может слух анализировать. Просто с точки зрения психологии это помогает думать. Мне кажется, еще как-то связано с тем, что у них вот двойные наушники, и они сидят в абсолютной тишине. Они же ничего не слушают через двойные наушники, ну разве что какие-то совсем невнятные обрывки. Если появляется возможность хилить у Преста снова, то неизвестно даже, что хуже. Кенальская жрица дает возможность 2 демджа делать, но когда у Преста есть возможность хилить своих существ, это тоже хорошо против Агро. Мы, короче, ждем уже окончания матча здесь, над чем мы занимаемся. Ждем пока Амаз выиграет. Да, игра уже на самом деле закончена. Тут уже так они. Просто не хотят консилирить на турнире. Жуют сопли, короче, ребята. Жуют сопли. Музыка слушают. Вы думаете, они там музыку слушают в наушниках? А, может быть, да. Подпевают. Может, он поет? Там рэпчик, как там, речитатив, значит. Действительно. Может, он поет. Что он поет там, Сир Кристиан? Из... Из Исландии, да? Из Исландии. Я, цуп, 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 пара... А, не то. А, может... Где лучшие девчонки у нас в клубе? Во-во-во-во, что такое, я думаю. Очень подходит ему. Бэйби, сейчас. У меня нет времени. Решился Амаз на Сильвану, похилит, скорее всего, Валджина. Не, я думаю, что он говорит, ну почему? Это вообще прекрасная песня. А зачем он хилит? Ну, хотя, ладно, уже пуфик его хилит, но понятно, что робот сейчас пойдет сюда. Ох ты, елушка. Да нет, все равно, он столько не снимет. Молот Рока? Ну, как, смотри, у Шамана тоже 26 хитпоинтов, он может сейчас начать. Ну, если бы Прис не мог хилиться, если бы не еще, допустим, у Кенайской жрицы на поле стояла. Ну, нет здесь шансов, в общем, у Шамана. Опа, еще один механизм. Да, механо-сборщик. Один из лучших, наверное, дропов, которые он мог получить из крошера. Для такой-то колоды. Сушите вёсла, сэр, сушите вёсла, сэр. I'm sexy and I know, это тоже неплохой вариант. А я не карибский, не саллийский. Я исландийский, но сир-кристиан. Тайна раскрыта. Я даже не знаю, мне не особо хочется анализировать ходы. Ладхип, Ладхип, Кенайская жрица, цвет нару. Нормально, можно так сказать, и на 5 в лицо там внести. Пироман вроде не нужен здесь. Решил с Эльваной поработать немного, а МАЗ. Ну, я же, в принципе, не могу поработать с Эльваной. Что? Что ты жжёшь? По-моему, это круто. Причём, у слова поработать с Эльваной есть два значения. Либо ты как бы работаешь на должности с Эльваны, ну, типа, как работай там учительницей, либо другое. Ну, в любом случае. Что? Ты её используешь как рабочий инструмент. Очень смешно. Окей. Так, ну давай, наворуй там что-нибудь. Граденные мысли. Ну, здесь можно Пироманда даже сыграть. А, нет второго спела. Хотя можно вытащить спел из мыслишек. Мистер Дракон. О, Кракл. Неплохо стырил. Ну, а сейчас было бы красиво, если бы он сыграл. Да, если бы он Пироманда поставил. А вот Пироманда тоже погиб, а два-три бы остался. А на самом деле сейчас играют, играют. Героизм и раз, и приехали. Тотем вот как-то чистить надо бы потихоньку бы. Неплохо бы. А, Бладласт, имеешь в виду? Да, да, Бладласт. Жажда крови. Сейчас доживёт сама сопля. А тут героизм, топор и всё. Ну, Бладласт, да. Это просто вариация героизма. Да, кстати, теоретически это есть. Это ещё шансы на победу. Практически бомбер. Ну, практически, скорее всего, нет. Мало кто использует Бладласт, и я не думаю, что есть эта карта в колоде у Сиро Кристиана. Так, а чё они это делают? Да что-то не стал давать, но он лицом тает. А, вот так вот. Это всё трах и плен. Скировочное поле. Так, ну чё, второй сплата придёт, Кракула, чтобы в лицо Кракула снести тотем. Как раз тотем. А, вот, смотри. Пирамант, Хилка, Кракула в лицо, тотем умирает. И как раз спд тотем помогает Кракулу выстрелить. Ну, хотя, может, на 4 Кракула, но это совсем сказки. Это один из 4. Это не очень хороший вариант из-за того, что... Смотри, у него, извини, перебил. 100% Дракон и Кракула минимум на 5. Сейчас под этот темп. Летал 100%, смотри. Пирамант, Хилка, Кракула в лицо на 5, минимум, а то и на 8. Да, всё понял. Ты прав. Ну-ка, Кракула 10. А, 6. Там 5-10 же было, правильно? 5-8. 4-7. Вот так, стандартно, 3-6, плюс 2 туда, плюс 2 сюда. Получается 5-8. Ну, мы нубасы, мы не знаем, сколько Кракула бьёт. Я знаю. На 3-6 он бьёт. Стандартно, 3-6. 3-6, 3-6, да. Окей, хорошо. Верю тебе. Значит, 5-9. 5-8. Итак, ребята, мы комментируем турнир. Сейчас мы вам расскажем, о чём думает проигрок, когда делает свои ходы. Да, мы те, чё, киберспортмены. Чё, 1-1? Давай дальше. 5-9, это круто. Полетись. Чуть-чуть. Да, немножко, да. Ладно, ждём следующего матча, на самом деле. Да, а Маскери вынужден отказаться от Приста. Ну, Прист был хорош. Но теперь Сир Кристиан может ещё раз взять Шамана. Всё-таки 2 оградеки осталось у Сира Кристиана, а там у нас что осталось? Друид, кажется, да? И что там ещё осталось? Покажите нам. Сейчас посмотрим. Вообще, Темпо Шторм команда считает, что... У них есть аналитики свои. Они считают, что Мех Шамана сейчас одна из самых сильных дэк в игре. Почему так не популярна в ранг единого турнира? Вот этого я у них не спрашивал. А где ты вообще общаешься с аналитиками Темпо Шторма? На сайте Темпо Шторма. Дашь потом ссылочку, я тоже проникнусь. Погугли. А мне кажется, что такие серьёзные разработки командные, они должны оставаться внутри команды. То есть плейтесты, которые проводятся, они проводятся с целью потом врываться на турнире за счёт внутренних разработок. И что новейшие разработки, они не должны выставляться на всеобщее обозрение. Они должны вначале отыграть на турнире, а потом как бы раскрываешь. И сомнительно-то будет. Может, это вчерашнего дня информация про Шамана? Ну, это правда. Но Мех Шаман — это не разработка сегодняшнего дня или вчерашнего. Это довольно старая известная колода. Но действительно интересно, почему она не настолько популярна. Да просто ещё раз говорит о том, что самые сильные колоды не обязательно самые популярные. Ну, есть ещё такой формат. По крайней мере, раньше был как турнирная колода, когда ты можешь банить, когда ты можешь менять для копусы проигрыша. Но с новым форматом действительно значение приобретают универсальные колоды. Теперь уже так не поконтришь, не поконтрпикаешь. Действительно формат интересный, хотя в него въехать надо. Ну, звук отключили, а картинку показывают. Ну, прекрасно. Ян Палис, мы теперь знаем, что... Ян Палис зовут. Не, ну, Якоп, он просто божественный. Он, во-первых, похож на чувака из 100-500. Я хотя ни одного выпуска не смотрел, но я знаю, как он выглядит. И Якоп похож. А во-вторых, у него выражение лица мимика просто божественное. На роль Дьявола? На роль Воланда? Нет, не Воланда. Но на роль Дьявола я бы пригласил. Воин и маг еще есть у Амаза. Кстати, вот, получается, двумя аутсайдерскими колодами играет Амаз. Это Прист и Воин. Они сейчас не очень популярны в Ранкете. И это такое довольно смелое решение взять обе эти колоды на турнир. Кстати, Воин играет с Фейскантом лучше, чем Прист, но он же боится мехмага. А Шаман, наверное, тоже боится мехмага. Хотя посмотрим, не знаю, как с Шаманом. А маг, интересно, какой Амаза? Мех или какой? Должен быть мехмаг. Насколько помню Амаза, он не играл на последних турнирах ни Фризом, ни Фатигмагом, ничего подобного. Скорее всего, мехмаг. Какой сюрприз, невероятный. С одной стороны, атака когмастера, с другой стороны, чаги-чаги. Это будет драка механизмов, какая-то война терминаторов. Ну, когмастера, когда у тебя есть на первый ход, это, конечно, очень круто. О, мистер секретчик, вот это халява. Вот это халява. Смотри, секретчик, чага-чага, танк-танк. Бегу, не очень тихо. Да. Это ты, докывай. Важный звонок. Дверь. Да нет, сейчас поднимемся, пока. Потом. Так, ну что у нас? Секретчик несет секрет? Ну да, здесь у нас происходят вещи, которые должны происходить в боях мехмагов. Подарит когмастера. Сиграем четко по мане. Опа. Менты. Фростболт, ну, достаточно опасен, конечно, был. Слушай, а на самом деле сейчас когмастер-то не круто, потому что нечем поддержать. Ты ставишь когмастера, и там когмастер один-два. Но Амаз ставит... А, он ставит тотем. Интересно. Слушай, хорошо походил, да? Ну, нормально. Да, успеем с этим тотем разобраться, прежде чем противник пользы из него извлечет. Короче, да. Нечем Амаза убить. Вот этот крутой ход. Смотри, как Сир Кристиан-то убух. Магет. Это хочешь сказать? Он не в топке сырать. Да, здесь нечем убить когмастера, поэтому Татам сразу же умирает. Мамка пришла. Да, твоя. Хапа приехал. Итак, да. Продолжаем комментировать. Здесь Танк Паук, наверное. А, или Мех Варпер плюс Сноучагер. Или Механос Баршик плюс Сникачух, если по-русски. Два существа более эффективно могут просто отвечать на любую угрозу, которую противник может предоставить. И в таком матчапе это очень важно. Да, я думаю, здесь два существа он сыграет. Долго думал он над этим ходом, но в итоге сделал. Сейчас придется потерять ему Татам. Шам может у нас сыграть Гнома Техника. Других вариантов особо и нет. Нужно попробовать сыграть Татам. Разряд. Не думаю, что это имеет смысл. Нет, он решил именно такой вариант делать. Значит, разряд в одно из существ пойдет. И Татам тоже здесь убираем из поля. Четвертый ход у мага. Скорее всего, это будет... Есть одной купюре 500 рублей? Я думаю, да. Сложные проблемы. Да, давай. Совершенно, ребята, внезапная ситуация. Хьюстон, у нас проблемы. Да погоди, я на стол посмотрю. Да пока там посмотрим на Кристиана. Татам заморозил. А зачем Татам? А, он хочет пингануть мне потом. Хочет пингануть. Не ношусь мне без сдачи, ребята. Сейчас, секунду, ребята. Прошу прощения. Окей, что успело произойти у нас в матче? Пятый ход был у мага. И... Довольно неплохой борту шамана. Чем сможет ответить маг? Фаербол в гнома придется кидать, возможно. Хотя на этом ходу вряд ли. На этом все-таки решился это сделать. И даже пинг. Здесь маг почему-то решил играть выгодно, а не быстро, видимо. Считает, что карта уже на исходе. Я думаю, как-то связано с тем, что он все еще 30 хп. И быстро играть уже поздно. Ну у них обоих 30 хп, здесь нет преимущества по здоровью. Теперь мы не умрем от голоду. В принципе, да. То есть здесь две агроколоды играют, и получается, что игра перешла в контроль. Это довольно забавно. Когда игра переходит в контроль, можно тоже победить, потому что у него билка топовая, а там билка поповая. Да, у мага очень крутая билка, и есть у него еще Антонидос, который тоже довольно большое влияние на этот матч оказывает. Смотри, папа хит фаербол на дракона, да? А нет, смотри, стоит робота. Робота стоит. Ест тотем. Ты же ешь тотем, конечно. Ты ешь тотем. Тотем он уничтожит почти 100%. Ну, еда вкусно пахнет. Решает. Молот Рока нашел, шаман. Ну вот сейчас, сейчас, здесь не самая полезная карта. Опа. Мистер Молоток сейчас наведет порядок. Смотри, тут молотком почистил. Конечно, дракона сейчас застрелит, но молоток. Не, ну, пожалуй, при 30 единице здоровья, да, это, конечно, неплохой вариант. Ооо, здрасте, мистер Молоток. Здрасте. Особенно, если он еще атаку даст еще плюс два дамага. Здесь все, что свесится с зеленым, играет маг. Атаку надавать раздражатору, чтобы он на два больше ударился. Нет, не хочет давать атаку. Да он бережет запчасть для Архимага, я думаю. Думаешь, там есть Антошка? Да, наверняка должен быть. Какой смысл не класть эту карту? Для чего? Освободить для чего-то место? Нет, мы не будем сейчас кушать, мы подождем перерыва. Я уверен, что после четверти финала будет нормальный перерыв. Так, конечно, 12 часов вообще без перекуса трудновато, но ничего. Смотри, он решил сэкономить оба заряда молота. Он мог убить этот танк, мог сыграть камни-дробитель. Шельхи тушек все-таки. Нет, там с камни-дробителем один раз можно было понимать. А, так и меньше, два. Да. А, нет, так с камни-дробителем 1-2 сейчас заберет. Ну, может быть, на это рассчитывается. Ну, здесь, конечно, видно, что маг себя комфортно чувствует, более комфортно. То есть и обилка у него, и перспектива получше. Ну, посмотрим, возможно, шаман что-то успеет сделать. Вопрос дня, с кем жирный базарец? Ну, во-первых, это не жирный, а рыцарь круглого стола, во-первых. А во-вторых, мы не знаем. У нас уже были самые разные предположения. Вот сейчас молотком в двух заберет, к бабке не ходим. И закрепиться тотемами на столе, чтобы играть тотемом нутри. Тут нормально все, на самом деле, у шаманчика он сверху, а масс снизу. Ну, камни все-таки больше, хоть и не все полезны. А, подожди, так я про запчасть там, да? Ну, все равно больше. Так, ну все равно, в шесть хп обойдется, останется 13. Что это такое? А-а-а, а-а, он хочет похилиться. А-а-а. Потрачено. Так, а зачем деталь было кидать-то на этот татамк? Ну, видимо, он решил нанести. А, зачем деталь на деталь кидать? Чтобы в лицо больше сходить на один? Просто ради дополнительного дамеджа? Ну, это хитро. В принципе, понятно, что там можно было это делать, а можно и не делать. И если ты это делаешь, просто дополнительный дамедж. Илью, ты обратил внимание, что Амаз ход назад потратил деталь, которая сейчас подарила бы ему фаербол, и у него в руке было бы два фаербола, а там 13. А, Антонитос, деталь, пинк в лицо, а там 12, а у руке два фаербола. И Амаз только что сидит и думает... Так да, причем, зачем он эту деталь потратил? Да не уж мать, думает Амаз. Вечно они торопятся с этой плюс один к атаке. Шаман его сейчас не убивает, но ход проживает на следующий ход, а Амаз бы его закидал в фаербол, нет? Сейчас ему, наверное, придется фаербол кидать в танка и пинговать тотем. Вряд ли он сейчас поставит Антонитоса. А мне кажется, если ты смирился, что там шаман с тотемом внутри стоит, ты уже отказался от победы. В тотем фаербол кидать? Нет, вообще, если фаербол кидаешь не в лицо, ты вообще отказался от победы. Мне кажется, стоит ставить Архимага, пинговать в тотем и просто поднимать второй фаербол. Он же не отдал второй фаербол? Я думаю, еще нет. Он также рассчитал, что если ты кидаешь фаербол не в лицо, ты отказываешься от победы вообще. Ну, ты протянешь на ход больше, но ты не выиграешь вообще. Ну, я думал, здесь может быть какой-то вариант для Антонитоса ждать спела. Фростбол тот же. У шамана было бы на хит больше. Это не проблема, потому что ты пингуешь сейчас, становится на хит меньше. И следующий ход в фаербол и пинг. Так что хит ничего не решал. Еще довольно приличное количество карт в колоде обоих игроков. Так, пять, десять, двенадцать, семнадцать. Еще не летал, а тут доктор скилл пришел, ребята. И появляется надежда у Амаза. Доктор Бум неплохой там, да? Ну, здесь вообще сейчас много, конечно. От удачи зависит уже, игра в такой стадии. Как бомба полетит. Здесь доктор Бум... Да, здесь много зависит от того, как бомбы пойдут. В фаербол, да. А, он же в драконы стрелял точно. Он в драконы стрелял первым фаерболом. Да, теперь вспомнил. Чат полезен. В чате все очень хорошо играют. Не, но все вместе очень хорошо. Да. Если выбрать нужную информацию. Не важно. Мне жалко, Сиро Кристиан, он заслужил победу. Ну, из-за той ошибки, да? Ты теперь ненавидишь Амаза. Понимаю тебя. Двенадцать, пятнадцать. Есть ли здесь смысл трейда какие-то делать? Понятно, что... Ну, в лицо сейчас на восемнадцать. Соответственно, остается пять. Надо тупдекнуть потом просто два дамага. Мне кажется, только в лицо. Ну, в принципе, согласен. Но, с другой стороны, он проигрывает же, да? Семь плюс шесть. Ну да, есть вероятность, что умрет прямо в этот ход. А, а, есть, смотри, прокачка налево идет. Прокачка на... Шестнадцать. Ну, это чуть-чуть дополнительного дамага, но это все-таки ничего не решает. А вдруг там не повезет? Не повезет. Хотя нет, тут не может не повезти, да, тут... Здесь же я слетала Амаза на следующий ход. Точно. Ну, и могу, в принципе, с тобой согласиться, что... Сэр Кристиан здесь заслужил победу, но удачи не была на его стороне. Что-то я протупил в конце совершенно. Не, смотрю, он Бориса. Смотри, что он делает. Смотри, что делает. Нифига себе. Начал пожить еще. Что творит, Сэр Кристиан? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. При одной бомбомехи на столе приходит такой крутой карт. Почему шаман ошибку сделал? Он все так и сделал. Шаман сыграл супер-круто, но все равно это не поможет. Не поможет. Хотя... Лазарный дракон, ты что-то так? Смотри, сейчас. Молния, молния. Эх. Стинг тотем. Нет, не стинг тотем. Ну, Тадаль, да, ты долетал на той стороне. А что молния дала? Убил бы 5-4. Еще пожить чуть-чуть? Еще пожить, да, а потом раскрутиться. Мак, Мак, Мак. Есть победа. Мак все-таки затащил. Все равно выиграл. Несмотря на то, что подарил деталь перед самым топдеком. Ну, баш, что ли? Не знал, что Антона сейчас топдекнешь. Ну, как маленький. Мог выиграть раньше просто. Расстроился, Сэр Кристиан. 1-2 в пользу Амаза. 1-2 же, да? Как ты понял, что он расстроился? Он читает грустный рэп. У него просто там песня в Атраклисту попалась. Да, 2-1 у нас. У Амаза хороший еще шанс на победу. Он даже может еще один раз проиграть, как бы для вида. Позвали себе. Ребята, вы обратите внимание, вы все тут ругаете Сиро Кристиана, потому что вам не нравится, может быть, его внешность. Но обратите внимание на последние ходы. Ходы нереально крутые. Да, я согласен. Он круто играл. Он реально играл очень круто. И он заслужил победу. То есть, опять же, тот момент, лично для меня важный, когда я смотрю, типа, ну да, там, ну ты уже все понятно. И тут я смотрю на его ход и понимаю, что реально круто он походил. Я бы так не походил. Я бы так не походил. Может быть, не нашел бы. И за это я очень люблю турниры смотреть. Давай Лопик выдадим модера. Лопик, я вручаю тебе меч. Теперь ты такой же рыцарь, как и Сир Кристиан. Сир Лопик и Сир Кристиан. Вот как пишет эта команда. Да. Тебе не нравится, что он колдует? Тебя бесит, что он использует магию вне Хогвартса. Ну, что же делать? Ему прилетит сова и оштрафует его потом, после турнира. Он выиграет денег на этом турнире. Ты заплатишь штраф. Тебе будет нормально. Слушай, мы очень миллиардный дилет не включать рекламу. Давай включим. А то зрители соскучились. Когда там наша реклама уже. А вот ваша реклама. Радуйтесь. Что-то важное я хотел вам рассказать. Из Гонконга масло. Спору в чате были. Ну, то есть из Китая. Ну, типа да. Ну, все-таки из Гонконга. Как бы, типа правильно. Ну, не из Японии точно, как написали в чате. Ну, там раз написали. Отблок. Всех, у кого отблок, вычислим по IP. Приедем на тонированных жигулях и насырем под дверь. Да, вот 53-е место у Амаза в мире. Третье в Азии. То есть он много в азиатских турнирах участвует. Но в топ-50 плееров его даже нету на Госу Геймерс. Поэтому я немного засомневался, где он там вообще в рейтинге. Ну, как 53-е место в мире, это тоже достаточно неплохо. Ну, 53-е. Да. Ну, как бы по сравнению с Лайв Котчем, там, с Трайв Кролл. Ну, как бы уже не так убедительно. Может быть, как раз отчасти из-за того, что Амаз любит играть на турнирах необычными колодами. Может быть, просто из-за того, что он меньше участвует в международных турнирах, больше в каких-то локальных азиатских. Ну, тем не менее. Ну, я думаю, что, как бы, колода Амаза, игру Амаза мы уже заценили. Мне, говорю, лично всегда очень интересно за ним наблюдать. Ну, Владисидан, да. Какой смысл показать нам, показывать нам диалоги комментаторов совершенно без звука? Нет, колодки посмотреть можно. Можно только предполагать. Нет, колодки не затащил. Котч проиграл. Теперь у Сиро-Кристиана остался только Мехмаг, а на той стороне остался Мехмаг и... Воин. А, не, только Воин, только Воин остался. На той стороне Мехмаг. Наверное, Мехмаг надерет Воина, а потом будет Шаман против Воина. Правильно я понимаю? По-моему, так. Ну, здесь наоборот он решил сделать. Но ему все равно придется Шамана выиграть у Воина. Ну, кстати... В любом порядке, да, пофигу. Это, в общем-то, неплохие оба матчапа против Воина. Да, мы должны быть осторожными. У меня, конечно, две попытки, но матчап отрицательный для Воина. Может, какой-нибудь анти-агро-билд? А... Лайфкош проиграл Налгуидану, кто спрашивал. Парня из Аргентины. Единственный игрок, который расстроился, победив. Точно. Но он выглядел очень-очень скоробно после своей победы. О чем-то он там грустно думал. Ну, это неважно. Ждем начала матча. Может, ютюб забыл выключить? Ютюб забыл выключить. Насколько хорош боевой бот 1-3 за 1 ману? Это что? А, это воровская карта? Ну, ненасколько нехорошая. Он не очень подходит к контролу Вару, который является самым эффективным архетипом Воина. Ну, для агроколоза он... Какой это смысл, в принципе, имеет? Если мех Вориора собирать... Он может менять Шамана, но суть в том, что ему нужно выиграть каждое другое. Декой по одному разу. И, соответственно, ему все равно, какой Декой сейчас играть. Все равно, чтобы пройти в следующий тур, ему нужно выиграть и Шаманом, и Магом. В любом порядке, в каком он хочет. Поэтому пофиг, в общем-то. А, Шаман хорош против Воина. И Мехмаг хорош против Воина, кстати. Тоже в пользу Мехмага матча. Просто у Амаза две попытки. Не знаю. Сейчас выходит Амаз у нас в аутсайдерах серии. А с другой стороны там... Интересно, у нас Мулиганит Мородун и Едона против Шамана? Конечно, за 7 маны, но он против Шамана актуален. Нет, Мулиганит. Хочет Топор 3-2 стартовую руку. Хочет Топор 3-2, чуваков 1-4, 2-2 хочет. Ой, виссори. У нас Биггимхантер. Кто лучший русский игрок по рейтингу? Отличный вопрос. Давай посмотрим. Пока они там первые ходы. Я боюсь, мы не найдем его. Есть хорошие игроки, я уверен. Там пока привет-привет. Я сомневаюсь, что там даже Топ-300 есть. Сейчас посмотрим. Ранкингстера, да? Так, ищем русских. Да ну, тут далеко должно быть. Ладно, потом посмотрим, когда будет время. Я уверен, что есть какие-то крутые игроки. Да, здесь уже началась у нас бежуха. У Амаза пока что некудышная рука. Чтобы со всем этим справиться. Здесь, наверное, будет он ставить Армор Смита. Что делать? Либо БГХ. Он, конечно, ничего абсолютно не решает в данной ситуации. А у нас 169-я есть русский. Под ником Драко. Почему шаманы не используют карты за 5 маны, которые дают всем 3 атаки? Это карта называется Bloodlast. И чтобы она сыграла, у тебя должен быть весь стол утыкан с существами. Суть в том, что если у тебя весь стол в существах, у тебя и так все хорошо. Ты и так выиграешь. А если их нет, то он не делает ровным счетом ни черта. Поэтому и не играет. Ну что там, Мистер Танк, Мистер Колотуха или Мистер Уборочный Галент? Только опция. Интересно, что выберет всех христиан. Из 500, более чем 500 турнирных игроков только один из русский. Павел 81 по миру. Вот видишь. Павел 82. Давайте проверим. 81. Точно. Спасибо, что покаяли. Это из команды Empire. Правильно? Не знаю. Наверное, я поддакну. Да, да. Empire. Все-таки Мистер Топор, он хоть как можно скорее прокачать что-нибудь. Да и он как бы армор снимает, чтобы не получить удар щитом. Хотя он удар щитом и так. Он просто крутанет обилку и даст удар щитом. Вместо существа на стол он принял решение поставить топор, чтобы качнуться. Тем более, что прокачка сейчас пока управляемая. Ну, там Мистер Робот. Сережа пришел Deathsbytes. Пришло время для него, для воина. Это очень важная карта в этом матчапе. Да, тем более, смотри, он сейчас убивает Deathsbytes, может быть. Да, убивает Deathsbytes робота как раз на 5. И ранит когмастера, которого добивает тот этим. И заметь, что Сир Кристиан отдал топор ровно до того, как там время Харисона пришло. Хотя он найдет еще топор 2.8. Я думаю, Харисон без еды не останется в этой деке. Да, Харисон будет ждать Молота Рока. Ждать возможности. Ну, вот сейчас тут даже как бы не так уж очевидно, что он будет играть. Может быть, он на зарегателя поставит, может быть, он поставит надсмотрщика. Первым делом сходить надо и посмотреть, что там вылезет из робота. А потом уже принимать решение, мне кажется. Ну, он согласен. Там может быть облом, что, типа, вылезет какая-нибудь карта, вроде Призрака Маны. Ого! Он даже сделал вообще-то, как мы не предполагали. Вообще он сделал, да. И здесь, кстати, из этих двух карт наиболее опасен Когмастер, мне кажется. Вот этого парня вполне можно оставить на поле. А можно и ничего не делать. Если убить Когмастера, твои существа получат жопку один и их съест паук. А так... Ну, что так съест, что так съест, я это имею ввиду. Вообще решил Амаз оставить топор для более подходящего существа. Ну, Амаз сыграл довольно круто. Я бы просто ударил топором, посмотрел бы, что вылезло и поставил бы от этого. Даже не рассматривал я, например, такую возможность. Даже не рассматривал, нет. Хотя я эту камбу знаю. Я знаю, что это так работает у Вара, но даже не думал об этом, что здесь хороший ход. Ну, просто обычно это такое ненужное извращение. Но так, если подумать, у Шамана нету никаких карт, у которых есть 7 атаки. Нет, это не ненужное извращение. Ну, вот сейчас деревьев 5-5 очень удобно ударить и добивать такой штукой. Но сейчас Амаз так вот интересно походил. Казалось бы, у него совершенно очевидный ход с топором, но совершенно очевидный, который идеально подходит. Но он тоже сделал очень крутой ход. Ну что, 2-2 направо, убиваем топором танка и вызываем мистера Сильвану. Мисс Сильвану. Или, а может, даже животик, чтобы сохранить 2-1. Нет, Сильвану. Лук Фейн спрашивал, можно ли использовать на турнире только одного героя. Нет, здесь обязательно 3-х героев надо использовать. И каждому из них надо победить. Так, что у нас здесь? Такс, такс. Ах, слушай, можно топдекать топор 2-8. Топор 2-8, 2 дубины в гости на 16. Интересно, почему он тотем сыграл, а не голема. А потому что он знал, что будет стенка. Духи ему нашептали. А вот теперь уже чуть-чуть начинает мешать. Властелин паутины, вот так он по-русски называется. Настолько редко вижу эту карту, что даже не могу вспомнить, как она называется. Ты думаешь, Доктора Бума доставить? А ты не боишься, что если ты сейчас не убьешь 3-2, то там две дубины? Я думаю, сейчас единственное, что возможно только стопа. Хотя животик еще, но черт его знает. Ну, как бы я вижу, что там два камня дробителя. Будет ли об этом думать Амаз? 16, 17, 17 здесь повреждений будет. Ну да, решает защититься Амаз, и мы видим, что это правильно. Похоже, все-таки вар отмахался от уроза. Затем был в тему. Я в той ситуации Голема точно поставил. Ах, не попал. Рискнул он, да. Не повезло. Два камня дробителя будет спорить? Я думаю, нет. Fun4Fun пишет, что Сир Кристиан ошибся в выборе деки. Я еще раз поясню, что у Сира Кристиана нет выбора в выборе деки. Он обязан выиграть двумя своими оставшими деками у Вара. И порядок ничего не значил. Он даже не поставил чувака... Насколько уверен, он себя чувствует, даже чувака 1-4 при этом не поставил. От доктора Бума, давайте на стол, будем выигрывать. Ну да, здесь Сильвана срабатывает, и теперь у Амаза борт очень впечатляющий, и у Сира Кристиана нету борта, и он ничего не может сделать с бортом противника. И впечатляющий. Точно. Какие-то еще возможности камбэкнуться. Второй БГХ, смотри, ты видишь? Второй БГХ. Вижу, да, неожиданная карта, согласен. Вот это магия. Сегодня мы много видим таких ультра-тяжелых колод, да? И у Амаза как раз под этот, видимо, случай и второй БГХ. А что, как будто бы перебор. Интересно, в метагеме из мехмагов, хантов и, как выяснилось, шаманов, два БГХ. Вот это интересно, детки пляшут. Там брать боя, но с двумя БГХ на турнир. Но, тем не менее, в полуфинале уже, можно сказать, Амаза. Где Кристиана гроза? В мех шамане не лежит гроза вообще. Это агроколода? И лягушки не лежат тоже. Е не используется. Он контролирует стоул существами под бафами, под тотемами там. Плохой архетип шамана. Он не может взять другое, они все заявляют деки заранее. Он не может ничего взять против вара. Ну, на самом деле, архетип нельзя сказать, что плохой. Три раза подряд проиграл здесь шаман, конечно. Подвел он здесь серо-крестьяна, но там могло и по-другому выйти. То есть, с агроколодуми такое бывает, что им не заходят, и ты не можешь выиграть. То есть, я думаю, принести на турнир сейчас агрошамана, это вполне неплохое решение. Но, к сожалению, не помогло оно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...